а что вы активировали запрос на реконструкцию событий направляя запросы блок памяти и инициализация а что происходит то и на самом верху и чё такое финальный сундук что быстро валим отсюда становится интереснее в предыдущей серии обо мне узнали и назвали меня не зарегистрированным объектом вопросы что я здесь делаю и что такое неактивный модуль персик остаются открытыми а вообще всем привет дорогие друзья я лолошка добро пожаловать в идеальный мир поехали и снова всем привет дорогие друзья я лолошка добро пожаловать в идеальный мир с не самыми идеальными инструментами совсем недавно продолжая наши поиски ответов на вопрос кто я зачем я и так далее мы наткнулись на первых людей какая-то женщина и ребенок о счастье подумал я но не тут то было со мной даже не стали разговаривать опасаясь то что я обману нападу обкраду разве что девочка она по своей невинности успела задать вопросы про какие-то отряды наблюдателей про какой-то мой алгоритм я ничего не понял и все это недопонимание подкрепляется тем то что я до сих пор не могу использовать неактивный модуль персик так а если выкину тоже ничего короче прошлую серию мы закончили в деревне и на самом деле прямо сейчас она мне нужна но перед этим сделаем кирку здрасте новая каменная кирка так вот в этой деревне я хочу добыть 32 изумруда я вспоминаю первую серию этого сезона и я вспоминаю вот этого чумного доктора дело в том то что у него продается специальная книга за 32 изумруда которая призывает босса вот я и подумал заранее накопим и заранее купим но перед этим спать так хорошие новости я докачал добычу дерева до 10 левела это означает только одно привет каменный топор вот так совсем другое дело система уведомлений обнажен неизвестный нейропротокол название какое название владелец ага и владельца мы тоже не узнаем отправитель дата отправки 17 апреля 2031 год дата чтение содержимого чтение недоступно сообщение зашифрованное запущен автоматический подбор ключа подходящий ключ найден д-а-л-и-в-а-р-и-к-а ключ принят начинаю процесс дешифрации для того чтобы прочитать сообщение нажмите йо смотри у меня справа снизу появилось сообщение ничоси так нажимаю вауу это прям реальные сообщения а и смотри прогресс дешифрации 1% название бла-бла-бла владелец бла-бла-бла дата отправки самое главное дата отправки посмотрите все таки это правда тысячи А помните, в первой серии я тогда ещё увидел 2.0, а потом 2.4, и после этого были просто точки. Мы тогда думали то, что это либо десятки лет, либо тысячи, либо десятки тысяч лет. Но теперь мы точно видим то, что... О, 2% стало! 2%! Оно идёт прямо сейчас! То есть вы хотите сказать то, что вот это сообщение, которое мне сейчас пришло, было написано примерно 400 лет назад? Нифига себе! Идёт процесс дешифрации, названия не знаем, владелец не знаем, вообще ничего не знаем, но зато идёт, идёт прогресс, уже 3%. Так, а я могу сюда что-нибудь понажимать? Эээ, отметить прочитанным? Вау! То есть я отметил и... А, ну, и всё как бы. Так, у меня тогда новый вопрос. Сейчас уже 5%, я сплю, и если я посплю, то эти проценты станут больше или нет? Это очень важно проверить, и в итоге... Эээ, блин, нет, всё равно 5%. А, нет, уже 6%. Наверное, постепенно эта дешифрация будет ускоряться, но для меня-то самое важное это поторговаться, помните? Палочки надо продать. Из досок создаём. К жителю подойдём, и изумруды заберём. Ау, еэ, 16 изумрудов. О, так я могу сразу лук купить. Конечно, забираем. Сразу стрелы проверяем, и... Нет, стрел у меня нет. Что там по дешифрации? Уже 9%. У меня вопрос. Кто-то реально пытается со мной связаться спустя 400 лет или как? Просто смущает две даты сразу. Дата отправки и дата что-то там. И уже после этого идут сами цифры. Ладно, пока что мне есть чем заняться, продолжаем делать палки. О, так у меня же 9 уровень. Надо что-нибудь здесь прокачать, например, добычу топором. Четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Ну-ка, насколько я стал быстрее? Ну-о, если честно, то не особо заметно. Как будто я прокачиваюсь в никуда. Ну ладно, наверное, если я топор улучшит, то потом будет намного заметнее. Инвентарь очищаем. Палки добавляем. И изумруды покупаем. 1, 4, 6, 10, 13. Итого уже 30 изумрудов. Офигеть, какой я богатый. Оп, торговля появилась. Снова покупаем и прокачиваем. Интересно, что он сейчас будет продавать? А, арбалеты и даже изумруды за нитки. Ема, ты лучший. Чувак, ты лучший. Ты посмотри, мы можем сделать бесконечную ферму нитей и бесконечную ферму палок. Как минимум, есть яйцо призыва паука. Так, чувак, 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 ты реально крутой, ты офигенный, бомбезный и все такое, поэтому иди-ка ты, наверное, сюда. Теперь это полностью ваш дом, и вы отсюда не ногой стоять. Закрываем. И, внимание, первый вейпоинт добавляем. О, как раз около деревни находится башня, там у нас куча спавнеров. Это что такое? Ты что так пыхтишь? Ладно, живи, дружище. АААА! БЛЯХА! С***! А, я ударил тебя, да? Блин, прости, стой, блин, ты меня очень испугала, тварина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Так, убегу. Фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак! Так, я буду жить, я буду жить. Я не буду жить. О, хорошо то, что моя смерть на дешифрацию не влияет, уже 22%. Значит так, берем уголь, делаем факелаем, еще факелаем, территорию вокруг башни освещаем. И бесконечную ферму нити делать начинаем. Повышение уровня выкапывания 2. Вы активировали запрос на реконструкцию событий. А, что? Направляю запрос в блок памяти. Инициализация. А что происходит-то? Оу-оу-оу-оу-оу! Стоп, стоп, стоп! Критическая ошибка номер 17. Данные повреждены. Отсутствует деталь гамма. Ошибка чтения. Данные повреждены. Активирован протокол гибернации. Боже, что это было? Так, погоди, а на дешифрацию это повлияло? Все еще идет, 32%. А, то есть это что-то другое было? Вы активировали запрос. Че? Ну я ничего не делал! Но вот это, пожалуй, надо запомнить. Данные повреждены. Отсутствует деталь гамма. Деталь гамма. Я первый раз о ней слышу, то есть мы пока что ни разу не встречали ее в сюжете. Но вот чисто теоретически, если я веду в поиске деталь гамма, что-то типа такого, будет? Нет, абсолютно нифига подобно. Стоп! А вот это уже что-то интересное! На меня наложился бесконечный эффект гибернации. Ага. А что такое гибернация? Подожди, активирован протокол гибернации. Ничего не написано, да? Так, ладно, мы, наверное, в любом случае должны дождаться дешифрации. 34% уже сделано. А мне тем временем все еще хочется сделать бесконечные нитки. Копание третьего уровня. Даже строительство уже третьего уровня. Повышение уровня выкапывания 5. За это время, скажу я вам, у меня появилась неплохая яма. О, ловкость 23 уровня. Думаю, яму надо углубить еще примерно на два блока вниз. Оу-е! Копание 13 уровень. Тем временем процесс дешифрации 55%. Уже больше половины. Поднимем стенку. И знаете, было бы намного круче, если бы у меня была хотя бы железная кирка. Потому что все это копать, это ужас. Ну или хотя бы каменная лопата. Глоссарий. Требование к использованию инструментов. Для использования каменной лопаты требуется выкапывание 10. Мое выкапывание сейчас 6.22. Нажимаем опыт заломания блоков. Земля дает 1,5 опыта. О! А глина дает 5 выкапывания. Эй, глина, ты мне срочно понадобилась. Привет. О! Охренеть! Вы посмотрите, как быстро прокачивается выкапывание. Обалдеть! Ааа, уже 7 уровней. Как это быстро! Так-так-так, еще немножко. 7,5. Наверное, глину тоже надо забирать. И вопрос, если я сейчас возьму... Создам свои блоки, поставлю и заново выкопаю. Это будет работать? Эээ, блин, нет, это не работает. Надо копать именно те, которые сгенерировались. У меня уже 8 уровень почти. Пипец! Ииии, давай-давай-давай-давай! Выкапывание 10! Вы достигли более 100 общих уровней. Найс! Ох, деревянная лопата, ты реально крутая. До свидания. Создаем каменную лопату и... Вот это скорость! Вот это совсем другое дело. Намного круче, конечно, сделать железную лопату, но тут нужно выкапывание 20. Хотя мы уже поняли, как это качать. Нужно просто много глины. Выкапывание 11. Чтобы использовать кирку покруче, мне нужно больше копания. Нажимаем опыт заломания блоков. И видим то, что в основном копание прокачивается за рудум, за рудум, за рудум и снова за рудум. Ох, погоди, чтооо? За каждый спавнер дается бой 150, выносливость 100 и копание 50? Эээ... Погоди-ка, ну-ка, я хочу это проверить. То есть, если я сейчас вот это поломаю, то мне много прокачается? Проверка. Да, реально, выносливость прокачалась. Оп! Выносливость 13. И что-то упало. Ящик с дропом. Ого! То есть, подожди, я должен это поставить? Ооо! Мне можно выбивать лаки-блоки! Круто! Этот сапфир можно к чему-то прикрепить, и он даст весь урон от холода плюс один, морозостойкость плюс один, и урон от заклинания льда, тоже плюс один. Аккуратненько. Теперь спать. И умирать, блеха-муха. Эээ, пошел вон отсюда! Тем временем, дешифрация уже 87%. Ох, почти. Заранее в спавнер запихаем яйцо призыва паука. Вот как-нибудь... Вот так вот-а. О, хорошо. И так как у нас все равно сейчас идет дешифрация, о, уже 90%, я хочу прокачать копание. Вот смотрите, сейчас по идее день. Наверное, спавниться мобы не будут, поэтому попробуем еще немного спавнеров поломать. Да, опасно, я это понимаю. Но тем не менее, это нужно делать. Сюда зайдем, проверим, 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 проверим. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Тихо-тихо-тихо-тихо. До свидания, все-все-все, до свидания. Закрываем, поднимаемся дальше. А, погоди, так мы же можем прямо отсюда ломать. Гениальное просто! Ха-ха-ха! Бой 15! Предпоследний этаж, внимание! мы на самом верху и у нас уже бой 17 давай 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 копаем 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 16 уровень получаем и на самом верху хочу такое финальный сундук что так забираем быстро валим отсюда ну нахрен боже она начала разрушаться блин я думал то что я там сразу умру я думал то что взрыв будет дикий она просто разрушается боже у меня такая паника началась если бы я сейчас просрал все эти вещи я бы себе этого не простил чародейская книга амброзия 3 и чародейская книга благословение и фрита 5 острота 3 острота 3 это то что мне надо у меня мечи очень слабый и о господи от этой башни реально ничего не осталось ой-ой-ой а вот это кстати проблема что получается они сейчас все на меня нападут да ахахаха боже ребята не надо тихо 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 сгорите просто сгорите а это же грёбаные кадавры они не горят точно капеец ну с другой стороны можно прокачать немного боя вперед налетай 18 уровень о прогресс дешифрации 100 система уведомлений процесс дешифрации завершён и что в итоге не открыть что-то о сообщение не удалось полностью дешифровать сообщение часть данных была утеряна результаты дешифрации новый проводник он пришел на умер будет зол на тебя из-за его смерти в пещере ты должен будешь найти иначе твоя история оборвется эту игру играть самому удачи что я ничего не понял блин я надеюсь то что мы в будущем поймем что здесь написано потому что иначе это не имеет никакого смысла часть данных была утеряна опа а гибернация то никуда не исчезла короче давайте наверное прокачаем бой до двадцатого уровня замечательно бой 20 короче чтобы доделать нашу ферму нити нам по-любому нужно ведром есть далее нам нужна вода и что чего ведро грязной воды что это чё такое погоди эй а почему она нечистая это же бред стоп-стоп-стоп а я могу из нее что-то сделать я не могу сделать нормальную воду реально да уж ребят я думаю вы все понимаете что это не нормально а где мне брать воду проблема номер два из этой воды нельзя сделать бесконечный источник офигеть и что мне в итоге создавать погоди а как мне водопады строят там лифты я не знаю и так спустя время я точно понял что мне нужно сделать первое прокопать глубже второе сделать всю эту систему на один блок пошире но я не буду выкапывать глубже без нормальной кирки поэтому мне нужен какой-то каньон мне нужны руды я хочу копать все это сколько мне сейчас ну-ка 16 уровень то есть мне нужно прокачать еще четыре это чё там такое вау какого фига а погоди это метеорит ничего себе заспавнился и какой он огромный так ладно это уже становится интереснее что внутри здравствуйте сундук внутри и неплохие ресурсы дроп ящик кстати опал плюс один процент крит урона на оружие плюс 0 7 силы на броне и плюс 0 6 процентов шанс крит удара на ювелирке понял принял все остальное забираем в рюкзак с рудой убираем и поиск нормальной шахты продолжаем это еще что такое прошу прощения это кто здесь побывал липкий поршень синий цветной металл мод фьючер пак а я понял пойди где-то здесь находится сверх секретная база да синяя плазменная лампа железная лестница а ну да вот я спустился и в итоге блин я же здесь все поломал ну ладно тогда мы просто проломаем вниз и тадам железные слитки забираем золотые тоже забираем а все остальные пока что оставляем потому что у меня нет места стоп погодите-ка а если я прямо сейчас буду вот отсюда копать вниз на миникарте будет показываться где находится какая-нибудь шахта да я вижу то что с той страны лава у а еще оловянная руда за которые дают много копания папа а вот и огромный каньон здесь я найду очень много руды повышение уровня копания 18 не знаю что за кристалл я нашел но он создает рф энергию заберу с собой а тем временем копания 19 давай 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 наконец-то о я так устал от этого по моему теперь я могу сделать себе железную кирку но у меня дерево кончилось супер быстро выбираемся фух свобода хвойный лес здрасте увы ничего дать не могу кости нет зато себе кое-что дать еще как могу верстак бам палки бум железо бэм железная кирка дабы копать требуется копание 20 мы уже это сделали новое достижение и кирка без дела ржавеет обновить и свою кирку вот это по-нашему а теперь телепортируемся в деревню ложимся спать и теперь будем постепенно заканчивать процесс гибернации который запустился давным-давно до сих пор ничего не дал а еще странно то что в конце предыдущей серии меня пытались убить а в этой серии по сути ничего зато мы прочитали странное сообщение от отправителя джейди эйч как мы видим история постепенно набирает обороты и если вам также как и мне интересно что будет дальше обязательно подписывайтесь новый сезон только-только начался и если вы подпишитесь прямо сейчас то вы точно не пропустите следующей серии ребята если вы до сих пор не зарегистрированы на ютубе буду рад быть первым ютубером на которого вы подпишитесь после регистрации спасибо большое надеюсь вы не пропустили мимо ушей и огромная благодарность за ваши оценки они дают огромную мотивацию что же а если вы здесь впервые то можете еще и позвать друзей а с вами были ложка и странная гибернация всем удачи всем пока 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 пока